Такая лужа здесь практически перед каждым подъездом, говорит руководитель местного территориального общественного самоуправления Анастасия Кульбякина. Это станица Анапская. Двухэтажные дома построил совхоз. Со временем фундамент дал осадку. Местные жители надеются, что им выделят деньги на благоустройство дворов. Новую программу здесь считают неплохим шансом. И до того не сидели на месте. Два года назад проложили канализацию. Во дворе новая детская площадка. Улицу Юбилейную отсыпают щебнем. Но здесь считают, что пришло время ее заасфальтировать и оборудовать тротуары. Как мы видим вообще благоустройство нашего микрорайона, нашей улицы, это конечно в первую очередь, первоочередно. Это асфальтирование. Мы планируем, надеемся. Прокладка тротуара, так как у нас здесь находится почта, так как это сквозная улица, проходимость очень большая, высокая. Здесь так как у нас конечная 25-го рядом, а на другой улице 16-й маршрут. Плюс мы самый ближайший провинциальный микрорайончик к городу. Для участия в программе жителям необходимо будет собрать 1% от окончательной сметы. Остальные деньги выделят из федерального, краевого и муниципального бюджетов. На благоустройство дворов направят две трети финансирования. Еще треть на общественные места. Сквер на улице Крымской пора современить, так считает Наталья Варламова. Она возглавляет территориальное общественное самоуправление. Сюда буквально просятся деревья. А у себя во дворе местные жители хотят добавить зелени, привести в порядок ограждения, установить тренажеры, скамейки и урны, создать современную рекреационную зону. Хочется, чтобы было не только красиво, но и комфортно. И подрастающее поколение, оно где-то должно проводить время, так же, как и взрослое поколение. Люди же не должны сидеть в четырех стенах и смотреть только телевизор. В городском управлении ЖКХ обрабатывают поступившие заявки на 2018 год. В нынешнем виде программа будет действовать до 2022 года. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.